Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего. И взаимодействие родителей и дошкольного образовательного учреждения очень важно для всестороннего развития ребенка. Эту простую истину хорошо знают в детском саду Варавексна, руководство которого каждый год придумывает что-то новое, чтобы привлечь родителей к активному участию в повседневной жизни их ребенка. До сих пор у нас были классические дни открытых дверей, но они отслужили свой срок. Мы подумали, что надо что-то менять в сотрудничестве с родителями. Плюс появилась проблема. Обычно такие мероприятия проходят в утреннее время, и не все родители могут попасть на них. Сегодня у нас второй этап – посиделки с бабушками и дедушками. Осенью были вечерние посиделки с родителями, и, как показал опыт, намного больше родителей смогли прийти. Мероприятие вечерние посиделки проходило на определенную тему. Почему еще именно вечерние посиделки? Так сложилось исторически. Наши предки проводили осенние и длинные зимние вечера, распевая вместе песни, рассказывая стихи и отгадывая загадки. Сегодняшние вечерние посиделки у нас посвящены Дню свечей. Кто-то выливает свечи, кто-то делает свечи из других материалов. Также и чтение, и постановка сказок происходят. Ведь обычно именно бабушка и дедушка – те, кто больше читают сказки детям. На протяжении всей недели в садик приходили и родители, и дедушки с бабушками, и даже прабабушки. Я пришла к своему внуку в группу бабочек. Вчера была в группе мышат у внучки, потому что получила от них приглашение на вечерние посиделки. Я знала, что следует обязательно прийти, потому что дети очень ждут. Они сами сделали приглашение и вручили его мне торжественно, и очень-очень просили прийти. Как же я могла отказать? Вчера выливали свечки, слушали, что дети узнали о свечках и о таком празднике, как День свечей. Сегодня вот с внуком поигрались, разогрелись, и сейчас делаем свечи. Такие посиделки и Дни открытых дверей – это не единственное мероприятие в детском саду Варавиксне, в которых активно принимают участие родители и члены семьи. Мы тазвались на акцию для чистой Латвии и в октябре начали собирать макулатуру. Конечно же, не было бы возможным собирать макулатуру без участия родителей. Мы рассказали детям, что мы делаем, зачем и чего хотим добиться. Они у нас стали образованнее в плане природоведения и знают, что деревьев меньше будут вырубать, ведь можно переработать макулатуру и получить снова бумагу. Мы заметили, что и родители, в свою очередь, подошли с азартом и начали даже соревноваться между собой, кто больше привезет. И так в декабре нам удалось подняться до третьего места среди 409 образовательных учреждений. У нас и лидер есть – это семья Подревец, которая принесла 1795 килограммов в 100 граммов. Правда, за время праздников и каникул показатели немного упали, и сейчас детский садик Варавиксна на шестом месте. Мне кажется, это все равно очень высокое место среди такого большого количества учреждений. Работа продолжается, и когда прибавят уже сданные нами пять новых поддонов, я думаю, мы снова поднимемся выше. Так как акция продолжается до 14 марта, у нас есть все шансы добиться желаемого результата. Главные цели уже достигли. Дети знают об окружающей среде и о том, как можно о ней заботиться. А вообще, мы поставили себе цель. Мы хотим претендовать и стать эко-садиком. И я надеюсь, мы им станем. Одной составляющей программы и был сбор макулатуры, поэтому мы в этом году решили попробовать свои силы. И как отмечает заведующая Кристин Бойтмана, это не последнее подобное мероприятие.